Здравствуйте, редакция газеты «Ключ». После новогодних праздников в редакции фрязинской газеты «Ключ» кипит работа. Готовится новый выпуск издания. Каждый четверг уже без малого 30 лет читатель со страниц газеты узнает о последних новостях Фрязина, о людях, работе местных учреждений, жизни города в целом. Мы считаем, что само название уже уникально для этой газеты, потому что оно такое поэтическое, оно возникло не случайно. Недалеко от Фрязина есть Гребневская усадьба, и там легендарный родник, на котором в свое время побывал русский поэт Гаврил Романович Державин, и он написал стихотворение, которое называлось «Ключ». И ключ как источник информации, как источник чистых светлых помыслов, чистой воды и всего, что связано с чистотой. Впервые фрязинцы получили в руки свою городскую газету 1 июля 1992 года. Вот он первый номер издания, его бережно хранят в редакции сотрудники фрязинского информагентства. Тогда тираж составил 900 экземпляров. За три десятилетия изменилось многое. Постепенно преображался город, а вместе с ним трансформировалась и газета. Сегодня она выпускается еженедельным тиражом в 4000 экземпляров. Неизменным, пожалуй, осталось отношение сотрудников «Ключа» к своей работе. В дружном творческом коллективе газеты трудятся 10 человек. Дизайнер-верстальщик, корректор, журналисты, бухгалтер и, конечно, редактор. От каждого из них зависит, насколько интересным для фрязинцев будет номер издания. Жизнь города отражается на полосах газеты в полюбившихся читателями постоянных рубриках «Ключа». Люди нашего города, а тех, кто живет и работает в Наукограде. Рассказывает газета о том, как реализуются инициативы федерального правительства в рубрике «Национальные проекты». Печатаются статьи о развитии бизнеса, выходит рубрика «На контроле», где поднимаются бытовые вопросы, волнующие жителей. В целом, все то, что интересно читателю. Директор и главный редактор фрязинского информагентства Елена Балабанова говорит. Благодарные отзывы – главная награда. Когда люди звонят и благодарят, когда, например, с помощью нашей газеты им удалось решить какую-то свою проблему, есть материалы, которые прямо откликаются людям. 13 января газета «Ключ», как и все другие СМИ, отмечает День российской печати. С профессиональным праздником коллектив поздравила председатель Совета депутатов городского округа Фрязина Елена Романова. Все ваши сотрудники присутствуют на всех мероприятиях города, разного уровня, не только на городских мероприятиях, что дает возможность информирования населения. «Ключ» не только рассказывает о жизни города. Сами сотрудники газеты занимают активную гражданскую позицию и участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, премии губернатора «Наши Подмосковья», акции «Посадить свое дерево» и многих других. Кроме того, Фрязинское информагентство уже несколько лет ведет работу с подрастающим поколением. Здесь проводятся занятия со школьниками. Юнкоры учатся журналистскому мастерству и не только в стенах редакции. Выезжают на семинары и тренинги, работают в поле. Для ребят это уникальная возможность, потому что взглянуть на профессию, любую профессию, будь то юрист, будь то бухгалтер, будь то тот же учитель, врач, собственно говоря, кто угодно, ученый, такой возможности посмотреть, почувствовать, попробовать, это мало кто дает детям в школьном возрасте. А мы здесь позволяем взглянуть на профессию изнутри. Без малого 30 лет истории Наукограда на страницах издания. И в этом году газета «Ключ» продолжит радовать читателя интересными статьями, очерками и репортажами. Анна Балиет и Грепляков, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова